О проблемах инвалидов расскажет трехногий стул. О грязных реках гигантская медуза. Донести до общества самое важное языком искусства вызвались художники фестиваля «Не темно». Свои произведения они создавали с помощью света. Вместе с первоуральцами инсталляции посмотрела и Таисия Пономарева. То ли детский смех, то ли сила искусства избавляют от негативных эмоций. В темноту уходят грусть, печаль и уныние. Это художники предлагают взглянуть на мир по-новому и задуматься об актуальных проблемах человечества. В древнегреческой мифологии Атлант – это огромный титан, который держал на плечах небесный свод. Первоуральцы считают, что теперь нужны новые Атланты, которые будут решать глобальную проблему мусора на планете. Новые Атланты – это инсталляция, сделанная руками эковолонтеров общественного движения «Город Первых». Созданная при поддержке группы ЧТПЗ, организация занимается решением экологических проблем. На фестивале светового искусства активисты представили еще одну работу – «Семиметровая медуза» – символ чистоты водоемов и рек. Через фестиваль «Не темно» есть возможность через свет заявить о чем-то. Мы заявляем об экологических проблемах, о путях их решения, о людях, которые с этим борются. Огромное количество сегодня людей пришло посмотреть на инсталляции всех художников. И они уходят отсюда не с пустыми головами. Задумаемся о дальнейшем жизни, что нужно как-то бережно относиться к окружающему миру. Да, чтобы не хуже делать себе и в природе в том числе. Защищать не только природу, но и людей. Не проходить мимо – проявлять чуткость. По крайней мере, мимо этих инсталляций не могут пройти многочисленные зрители. Фестиваль «Не темно» в нашем городе уже во второй раз. В нем участвуют художники из Екатеринбурга. Объект называется «Цифровой шуманизм». Его суть заключается в том, что мы живем в веке цифровых технологий. И этот век, он похож неким образом на религию, на некие ритуалы, которые заключаются в нашем постоянном смотрении в телефон. То есть проверка сообщений, звонки, письма и так далее. Мы хотели его тоже показать, бога цифрового мира. Паблик-арт – это искусство в городской среде. Объекты размещают под открытым небом. Они рассчитаны на неподготовленного зрителя. Мне очень нравится, тут очень непосредственная реакция. Кстати, художественный уровень работ очень приятно удивил. Организаторы уже пригласили первуральцев принять участие в летнем фестивале светового искусства в Екатеринбурге. Особенно их впечатлила инсталляция эко-волонтеров города первых. Таисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первуральск.